Здравствуйте, друзья! Привет-привет! Мы все готовим еду, будь то в походе, на рыбалке, дома, на даче или пикнике. У меня в машине, рядом с удочками, всегда лежит дежурный котелок. Котелок классный, с дополнительной миской, и он увеличенного объема. Внутри всегда есть кружка, а в качестве топлива находится сухой спирт и спички. Все это на рыбалке всегда пригодится. В качестве подставки под горючее, в комплекте есть небольшой таганок. Конструкция, конечно, на любителя, но с задачей справляется. Сухое горючее в виде таблеток. Кстати, изобретено в 1860 году химиком Александром Бутлеровым. Такие ветрозащитные спички в простонародье всегда называли охотничьи. В моем детстве они были очень ценные на вес золота. И они реально классные, горят просто завораживающе. Посмотрите сами. На самом деле, это сухое горючее, он же сухой спирт, к спирту не имеет никакого отношения. Таблетки состоят из прессованного уротропина с добавлением небольшого количества парафина. Кругом обман. А как же было бы здорово взять с собой энергоемкое топливо, чтобы не покупать, а в любой момент можем было бы сделать все самому. И так, чтобы все ингредиенты были всегда под рукой, в легкой доступности и очень дешево. Хм. А почему бы не попробовать сделать топливо из яичных скорлупок? Есть несколько рецептов, давайте попробуем сделать крутое топливо. Понадобится 400 мл 10% уксуса. У меня есть только 70% уксусная кислота. Ее нужно примерно 60 грамм. И обычной водой довожу объем примерно до 400 грамм. Вот сейчас и пригодится нижняя скорлупа, которую я собирал вместо того, чтобы выкидывать. Конечно же она мыта и просушена. По расчетам скорлупы нужно примерно 40 грамм. Но потом я все равно добавил остальную для более большей концентрации. Измельчил ее в произвольном порядке. И забросил в раствор 10% уксусной кислоты. Сразу же пошла реакция. Даже слышно, как она идет. Процесс продолжался несколько часов. Я периодически перемешивал и реакция возобновлялась. Жена вообще думала, что я сошел с ума, собирая скорлупки. Друзья, отвлеку вас буквально на одну минутку. Молодой предприниматель из Тюмени Вадим Боков, которого прозвали в интернете Тюменский Илон Маск, буквально перевернул представление о беспроводных наушниках. CGPods не уступает по качеству именитым фруктовым аналогам, а по функциям даже превосходит. При этом в 4 раза дешевле. И вот теперь Тюменский Илон Маск переворачивает представление об уборке дома. Этой весной тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов. В линейке есть и вертикальный пылесос, маневренный и легкий, весит всего 2 кило. Сила всасывания у тюменской модели на 20% выше, чем у супер дорогого британского аналога. Уборка эффективнее, но главная цена в 6 раз ниже. А еще у тюменцев появился уникальный пылесос-батон для чистки авто. Благодаря такой форме пылесос помещается в карман на двери или даже в бардачке автомобиля. При этом тюменский пылесос-батон поможет с уборкой в самых труднодоступных местах. Его диаметр всего лишь 5,5 см. Но главная сила всасывания, как у топовых полноразмерных домашних пылесосов. А для самых узких щелей в авто в комплекте есть специальные насадки. Гарантия на все пылесосы тоже в тюменском стиле. Если вдруг что-то случилось, заменят на новый, а не ремонт. Вип-сервис от тюменского Илона Маска. Однозначно рекомендую обратить внимание на новые тюменские беспроводные пылесосы. Переворот на рынке электроники для уборки. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Там же код на скидку. На этот раз 500 рублей. Давайте продолжим. Вторая порция раствора немного пенится. Чтобы жидкость была без скорлупы, я ее решил отфильтровать через несколько слоев медицинского бинта. По идее, лучше было бы потом выпарить ненужную влагу, чтобы сделать раствор более насыщенным. Первое испытание я сделал на трехлетнем дистилляте забродившего виноградного сока. Все смешал, но на что я рассчитывал не знаю. Ведь тут всего 40%. Короче, первый испытуемый мне подошел. Все же это эксперимент. Испытывать буду на изопропиловом спирте. Пробовать буду порциями. К сожалению, у меня нет ацетона. Он тоже теоретически должен для этого очень хорошо подойти. Итак, изопропиловый спирт. И сразу же видно, что в стакане что-то появилось. Ого! Спирт превратился в твердый гель. Его можно взять в руку и покрутить. Я попробовал сжать его. Очень необычное ощущение. Он, наверное, больше похож на снег. Представляю игру такими снежками. Но я хотел получить все-таки немного не такую консистенцию. Теперь попробую в большую посуду моментально появляется этот снег. Сейчас наступит вечер и испытаем это топливо по полной программе. Его классно будет хоронить в какой-нибудь пластиковой бутылке. Или в железной закрывающейся банке. А банка еще может выступать как горелка. Можно использовать его как самостоятельное топливо для приготовления пищи или обогрева. Так и как рожек для костра. Не дымит и не коптит. Не мажется как масло. Не воняет как бензин. Легко и просто делается. И обладает хорошей энергией. Давайте испытаем, что получилось. Перед испытанием я выпарил в металлической кружке раствор примерно наполовину. И результат просто потрясающий. Топливо получилось намного тверже, плотнее и практически не влагонасыщенно. Это очень круто. Друзья, если понравилось видео, вы знаете, что делать. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. Им точно понравится. Все полезные ссылки, как всегда, в описании под видео и в верхнем комментарии. Кстати, на канале есть еще видео, которые вы могли не видеть. Маленький кусочек, по объему примерно как таблетка, горел также примерно 10 минут, но с гораздо большей теплоотдачей. Большой кусок в консервной банке. Я не дождался, пока он выгорит весь. Через 40 минут я его потушил. Но по ощущениям, он горел бы еще столько же. Тема такого топлива очень обширна. У него множество применений и вариантов использования. Ведь его можно сделать в любом количестве своими руками в домашних условиях. И оно выручит, когда будет необходимо. Хоть приготовить еду, хоть согреться. Ведь огонь – это самое важное. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok